Имеет ли размер значение, когда дело касается рекордера? А когда встаёт вопрос о передатчике радиокомплекта, который размещен на вашем теле под вашей одеждой? Да, друзья, естественно, здесь размер имеет значение и вполне стандартная закономерность. Чем меньше, тем лучше. И сегодня в этом ролике я представляю вам Zoom F2. Нет, это не радиопередатчик, это полноценный миниатюрный рекордер. Сегодня на канале Давай Запишем, поговорим о нём, как он работает, как он пишет, какие функции в нём есть. В общем, вещичка предстоит нам интересная, так что усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! И добро пожаловать на Давай Запишем, здесь мы с вами говорим о Pro Audio. Не смотрите на его неказистые размеры, это профессиональный рекордер. И до того, пока кто-то в комментариях у нас там не написал, а да мой мобильный телефон может точно так же, я скажу нет! Ваш мобильный телефон не может точно так же, и вот почему. Первая и самая главная причина этот рекордер позволяет вести запись в формате 32 бита с плавающей запятой. Что это значит? Здесь нет усиления микрофона как органа управления, как такового, он тут отсутствует. Вам не нужно настраивать громкость микрофона. Также за счёт того, что здесь расположены сразу два преобразователя, а не один аналога цифровой. Один отвечает за тихие звуки, другой отвечает за громкие звуки. Эта штука позволяет добиться широчайшего динамического диапазона, за счёт которого мы с вами не получим перегрузку на записи. То есть вы можете воткнуть микрофон и сразу же начинать работу. Неважно, громкий у вас источник, тихий у вас источник. Уже на посте вы можете произвести некие редактирования и получить то, что вам нужно. Например, сейчас я хочу покричать на своего оператора, хочу повысить на него голос, хочу сказать, что он самый-самый лучший оператор, с которым мне только доводилось работать. И после этого я захожу в цифровую рабочую станцию, я тяну волновую форму, и вы видите, что нету вот этих характерных пиков, характерных вот этих лесенок от перегрузки. Звук стал нормальным, даже если изначально он казался перегруженным, благодаря 32 битам с плавающей запятой мы можем из перегруженного звука делать нормальный. И f2 это действительно рекордер, на котором вы не сможете получить перегрузку при записи. И это здорово! Отдельно отмечу, что весь сегодняшний ролик ради частоты эксперимента мы пишем на Zoom f2. У нас так случилось, что образовалось на студии сразу два подобных рекордера. Один я могу показывать вам в кадре, а второй всё это время работает по своему прямому назначению. Как вы видите, он закреплён на лямке моих помочей, мои подтяжки. И закреплён достаточно надёжно, потому что сзади мы имеем вот такую клипсу, с помощью которой можно крепиться к ремням, к подтяжкам, поясу, на брюках. Наверное, даже к внутренним карманам вашей одежды, если вы имеете что-то подобное. Также достаточно интересно то, что мы на корпусе имеем hold. Переводим в положение hold вот эту крутилку, и после этого любое нажатие на клавиши нам становится недоступным. Почему это полезно? Допустим, рекордер вы кинули куда-нибудь в карман к себе, да? Такое может случиться. Вы нажали запись, и вы не хотите, чтобы эта запись случайно остановилась от, ну допустим, каких-то задеваний этих кнопок в кармане при ходьбе, при движении, при выседании на стуле или вставании с оного. Hold вам в этом поможет. Переводим на него, и все кнопки, кроме Hold, перестают функционировать. Логично, чтобы все это обратно заработало. Выводим обратно, и стартуем. Управление здесь предельно простое. Оно реализовано на кнопках, и каких-либо экранчиков здесь мы с вами не найдем. И на мой взгляд, это плюс, естественно, потому что вся индикация у нас имеет вид таких лампочек. Давайте я вот, допустим, поморгаю лампочкой, вы увидите. И это здорово. Допустим, мне очень понравилось расположение вот этой самой красной лампочки, которая у нас отвечает за статус записи, потому что ее видно как с этого положения, так и с этого. Объясняю, почему это важно. Вы закрепили этот рекордер у себя на ремне, и вы хотите, опустив ваш взор вниз, увидеть, идёт запись или нет. Лампочка горит, значит, запись идёт, что очень удобно. С помощью кнопок мы можем начинать запись, можем останавливать запись, можем воспроизводить что-то уже записанное, чтобы прослушивать, естественно, управлять громкостью наушников, чтобы слушать записанный материал. И подключать те самые наушники мы будем в один из этих разъёмов. Один у нас создан для подключения петличных микрофонов, второй для наушников. И тот, и тот разъём 3-5 миллиметра, и тот, и тот разъём имеют накруточку такую для более жёсткого и надёжного соединения. И раз уж мы с вами коснулись темы наушников, стоит всё-таки предупредить, что какие-то Beyerdynamics'а сюда лучше не подключать, ограничьтесь с чем-нибудь менее омным, так сказать, с меньшим количеством сопротивления. Пришло время перейти ко второму Zoom F2, который был закреплён на мне. Как легко догадаться, весь сегодняшний звук писался как раз-таки на этот самый рекордер с помощью петлички, закреплённой на мне. И если вы присмотритесь поближе на корпус, то вы увидите да более знакомый значок. И вы совершенно правы, вот у этого рекордера, у этой версии F2 есть поддержка Bluetooth. Что это значит? Мы скачиваем приложение для телефона, неважно iOS у вас или Android. В моём случае это Android. Соединяем, синхронизируем ваше приложение и вот эту коробочку, и видим просто очумевший результат. Смотрите, мы можем начинать запись с телефона, с приложения, можем регулировать громкость, которая пойдёт на наушники, можем переключать записанные файлы, можем останавливать, можем воспроизводить, короче, всё, вплоть до кнопки hold, которая здесь имеет такой переключатель, установки меток в вашем аудиофайле. И в меню я сейчас не могу, к сожалению, зайти, потому что у нас идёт запись, но зайдя в меню, там будет функция среза низких частот, которые мы также можем управлять вот отсюда с приложения. Почему это здорово и почему это полезно? Вы берёте рекордер и кидаете его куда-то в дальний карман и уводите его в hold. Вам не нужно иметь физического доступа к рекордеру. Например, пока мы сейчас писались, тот рекордер, который закреплён на мне, я к нему даже не прикасался. Всё управление, старты и окончание записи вот этих файлов я производил с приложения на телефоне. И признаться, это крайне удобно, и я очень заценил эту функцию. Опять же, где это может быть полезно? Если вы занимаетесь записью звука и съёмкой с камеры, и вы записываете какого-то человека в кадре, вы повесили на него F2, и вам не нужно иметь физического доступа к самому рекордеру. У вас в руках мобильный телефон, и всё, что вам нужно, это вовремя нажимать кнопочку записи и вовремя её отжимать, чтобы остановить эту самую запись. На корпусе мы с вами также сможем найти USB-разъём. Он позволит нам запитывать этот самый рекордер, если мы находимся в близости от компьютера, ну или пользоваться программой F2 Editor, которая является, в принципе, копией того самого приложения на телефоне, только с немного расширенным функционалом и в полноформатном режиме вашего монитора, что, возможно, кому-то придётся очень и очень кстати. По питанию. Если мы находимся вдалеке от компьютера, то, естественно, мы пользуемся с вами батареечками. Например, две батареечки, вставленные в этот рекордер, позволят держать его на плаву до 15 часов по заверению производителя. Карточки, которые поддерживает этот рекордер, до 512 гигабайт формата microSD. В комплекте с этим чудом идёт программа под названием WaveLab Cast от Steinberg. Это такая цифровая рабочая станция, которая позволит вам редактировать записанный материал в достаточно комфортной среде. Что стоит ещё отметить? Это, естественно, плюс, потому что это не передатчик от радиокомплекта, это рекордер. И поскольку это не передатчик, поскольку это не радиокомплект, мы с вами сразу же решаемся такой проблемой, как какие-то срывы и помехи на радиочастотах. Вы прекрасно знаете, что это вещь, которая может запороть дубль, это вещь, которая отнимает время. Опять же, когда дело касается настройки, вы приезжаете на площадку, вы хотите найти радиочастоту, которая наименее загрязнена, настроить на неё приёмник, настроить на неё передатчик. Это всё время, 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 которое очень часто является действительно драгоценным и важным фактором. Опять же, вспоминаем про 32 бита с плавающей запятой. Усиления для микрофона здесь нету в принципе, то есть вы подключаете микрофон, и вы сразу же готовы рваться в бой, это круто. То есть здесь всё доведено вплоть до того, что, не знаю, на программном или на каком-то аппаратном уровне здесь, в принципе, зарублена возможность работать на 24 и 16 битах. То есть у нас есть только 32 с возможностью выбора частоты дискретизации. Либо это будет 44,1, либо это будет 48 килогерца. Но опять же, на скорость работы это влияет только в положительную сторону, на мой взгляд. Давайте вспомним про вот это великое противостояние двух гигантов. С одной стороны Toscam, с другой стороны Zoom. Кто-то выходит лидером в одно время, потом кто-то другой выпускает новинку, и он оказывается впереди. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Например, у Toscam есть что-то подобное, тоже миниатюрный рекордер, тоже с возможностью подключения петличных микрофонов напрямую. Лично я больше являюсь сторонником Zoom, но у меня, скорее всего, это пошло из-за того, что Zoom я начинал, и на них остался по какой-то инерции. И когда мне приходится работать с Toscam, я такой, ну... Хотя глупо отрицать, что Toscam это действительно классная фирма, учитывая, что это те же самые люди, которые ответственны за Teac, а достаточно лишь вспомнить, сколько прекрасных вещей было выпущено под эгидой Teac. В общем, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я напоминаю, что это был канал Давай запишем, здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio, а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике!